Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет «Орел» и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты – все мое. Размечтался. Я вообще-то смотрела программу и я знаю, что может выпасть «Решка». А значит, премиальная карта Мастеркард моя и все ее возможности мне. Да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не «Решка», это орлица какая-то. Девушка, можно мне, пожалуйста, два капучино без сахара? Антон, успокойся. Вот такой наряд. Всем привет. Это «Орел и Решка. Чудеса света». Заключительный выпуск. И мы… О. Э. А именно… Мы в Дубае. Мама, мы в Дубае. Мама, мама, мы в Дубае. Мама, мама, мы в Дубае. Все, успокоились. Хорошо. Представляешь, пока ты в детстве строила замки из песка. Да я и сейчас строю. Вот, они отстроили на песке целую империю. И какую? Да, это конечно не может не восхищать. Такая технологичность, такой прогресс. Вообще Дубай – это город, где все самое. Здесь самый большой искусный остров в мире, самое высокое здание в мире, самый большой отель, самый талантливый ведущий. Еще и ты подъехала. Должно быть все круто. Поэтому самое верное решение будет подкинуть монетку. Орел? Решка, пожалуйста. Наконец-то весь люкс мой. Дубай. Самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый город. И я тут буду отдыхать со всеми привилегиями. Ах ты, я не знаю, что ты тут будешь делать. Чокнутые горничные. Все, иди, иди, иди. Ребята, я начинал это все по-бедному и оставлю интригу, ладно? Дубай уже давно доказал всему миру, что он не мираж в пустыне, а настоящее чудо света. Это город рукотворных чудес, где здания царапают небеса и печатаются на принтере. Дубай чуть ли не каждый день ставит новый мировой рекорд. А сейчас стремится первым прикоснуться к будущему. В Дубае проходит выставка Экспо-2020, о которой говорит весь мир. Так что мы с вами одними из первых познакомимся с новыми чудесами нашей планеты. Экспо-2020 год Запускайте удивляторы. Выходишь, и тебя сразу окунают в инновации. Первое, что ты видишь – самое длинное в мире беспилотное метро. Смотрите, этот поезд мчится без машиниста. Дубайское беспилотное метро обогнало всех своих коллег. В этом году оно протянулось еще на 15 километров. Это новый мировой рекорд. Чтобы утереть нос всему миру, Дубай раскошелился на 12 миллиардов долларов. Цены на метро здесь варьируются от 6 до 10 с половиной дирхам. Я сразу хочу увидеть еще один дубайский рекорд – самое высокое здание в мире. У меня получилось 8 дирхам до станции Бурдж-Халифа. В отличие от нашего метро, в дубайском вагоне делятся на классы. Я еду в вагоне второго класса. А если б купил билет на 2 доллара дороже, сидел бы в развалочку и мог бы соблюдать социальную дистанцию. Мог бы, но нет. Дубай – это сливки, это верха. И поэтому сегодня у меня вершина автомобильного люкса – Роллс. Ройс. Эксклюзивная модель кабриолет Дон в цвете черный бриллиант за полмиллиона американских долларов. Этот кабриолет официально назвали самой сексуальной моделью Роллс-Ройса. Я, конечно, не автомобильный секс-эксперт, но замечу, что торс моего кабриолета весьма… мускулист. Взгляд пронзающий, попа крепче ореха, а прикосновения обжигают. Ау, горячо. Но он мой, поэтому сяду вовнутрь. Хотите свидания с таким Роллс-Ройсом? Ох, как здесь хорошо. Звоните в компанию Кристал Кар Рентал. За тысячу долларов он останется с вами и на день, и на ночь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот это настоящее чудо! Дубай – это настоящий рукотворный город! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 50 лет назад здесь не было ничего, здесь была пустыня. По которой ездили не Роллс-Ройсы, а скакали антилопы Орикс. А вместо стеклянных небоскребов горизонт закрывали горы. Как это возможно? Они буквально за несколько лет возвели из этого такое! Многие думают, ну конечно, если бы у нас было столько нефти, мы бы тоже забабахали такой город. Но Дубай уже давно не растет на нефти. Сейчас Дубай строим мы – туристы с безлимитными картами и рюкзаками. И ради того, чтобы нас с вами удивить, Дубай прыгает выше крыши. Я вижу Бурш-Калибу! Уху! Чтобы заманить нас к себе домой, Дубай решил обогнать весь мир в чудесах архитектуры. Небо Дубая держит самое высокое здание на планете. В Дубае самые высокие в мире отели. Самые огромные торговые центры. Самый большой фонтан. Самый длинный городской зиплайн. Самый глубокий бассейн. Самый большой парк. Самый большой искусственно построенный остров. И если что-то в этом городе еще не стало самым-самым, то очевидно скоро станет. Пока едешь в метро, видишь, что Дубай – это какая-то кузница небоскребов. Вот строят новый небоскреб. Вот еще один. Только за последний год в Дубае выросло 12 стеклянных великанов. И это еще один мировой рекорд. Мне кажется, только ленивый не видел Бурдж-Халифа на открытках. Но когда оказываешься один на один с этой махиной, все, оно тебя уничтожает, кидает к земле и ты не можешь не восхищаться масштабом и гением человеческой мысли. Сделай мне самую красивую фотку. Гормас? Так, фотки в инстаграм запостил. И спускаюсь с небес на землю. Если у тебя всего 100 долларов на уикенд в Дубае, ты в полной растерянности. Потому что цены в Дубае небоскребные. Рассказываю, как грамотно распорядиться 100 баксами в Дубае. Первым делом идите смотреть на архитектурные чудеса. Это стоит 0 долларов, а удивлений соберете на миллиард. Согласен. Есть ощущение, что этот шейх-максималист максимально заморочился над предложением любимой. Но нет, это музей будущего. И, конечно, глядя на это возникает вопрос. Зачем? Но тут же получаешь ответ. А потому что можно. Еще дубайцы смогли построить здание куб, которое съела цилиндр. Знаете, что это? Зоопарк. У Дубая есть отель в форме парусника. Жилой дом, как конструктор лего. Торговый центр в форме наушников. И музей со смотровой в форме гигантской золотой ранки. Если вас восхищают вот эти высоченные небоскребы, то вы ничего не понимаете в архитектуре. Опустите взгляд ниже и увидите первое в мире функционирующее здание, напечатанное на 3д-принтере. 3д-принтер – это чудо техники. Специальный станок печатает не буквы на бумаге, а реальные объемные предметы. 3д-принтер могут заправить цементом и напечатать настоящий дом. Вот так за 17 дней и напечатали новенький дубайский рекорд. Интересно понять, как выглядит здание внутри, заглянуть туда, но пока вижу только отражение человека из прошлого. Думали это все рекорды Дубая? Неа. Да, масштабы впечатляют. Вот он, свеженький дубайский рекорд. Самое большое колесо обозрения в мире. Айн Дубай. Его старший брат Хайроллер плачет и рвет на себе кабинки, потому что Айн Дубай перерос его на 80 метров. Чтобы уделать Лас-Вегас, Дубай раскошелился на полтора миллиарда долларов. Прокатиться на новеньком рекорде стоит 35 баксов. Но если в руке безлимитная карта, можно арендовать вип-капсулу за 200. Я в каком-то яйце, но здесь огромные окна. Это значит, что будет открываться фантасмагорический вид, когда я буду наверху. Ребят, я еще даже не на самой высокой точке, а уже… Вижу главный рекорд Дубая – рукотворные острова. Пальма Джебель Али, Пальма Джумейра и архипелаг Мир – это самые большие рукотворные острова на нашей планете. Остановитесь, что дальше, ребят. Но круто, круто, круто. Так круто, что аж хочется плясать. В 2017 году в Дубае на службу взяли первого робота полицейского и закупили несколько летающих мотоциклов для полиции. Но что-то я не вижу ни одного, ни второго. Из того, что видят все, что полиция Дубая гоняет на дорогущих спорткарах. Недавно здесь установили мировой рекорд по скорости полицейской машины в эксплуатации. Дубайцы ловят нарушителей на Бугатти, у которой максимальная скорость 407 км в час. Сейчас они открыли смарт-полицейские участки. Звучит как минимум круто, надо смотреть. По Дубаю еще не ходят роботы-полицейские, но это не за горами. Пока что здесь появились умные полицейские участки, в которых нажатием двух кнопок решаются все вопросы. Например, что делать, если тебя ограбили? Шаг номер один. Нужно зарегистрироваться. Пишите свое имя, имейл и номер телефона. Шаг второй. Обратиться за услугой. Есть. Отсканируйте свой паспорт. То есть тут даже есть свой сканер. Супер удобно. Призошла ошибка. Полусмарт. Открываем дело. Сейчас вы будете соединены с офицером полиции Дубая. Хотите продолжить? Конечно. Опа, опа, опа. Товарищ майор. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Do you hear me? Yes, I can hear you, sir. How are you? Sir, I'm fine, thank you. I have a complaint. Гражданка Черных stole my unlimited card. We need to do something. So, your credit card stole from your pocket or where? From my pants. Where exactly this happened? It was in the airport. It was in the airport. What she looks like? Like a witch. She has big face, big body and small soul. What her name? Анфиса. Ай, блин, блин, блин. Мать моя дубайская полиция. Они ж посмотрят по камерам и увидят, что я проиграл карту. Надо делать ноги. Ну, дело о хищении безлимитной карты умело возбуждено и тут же закрыто. Я прощаю людей. Если у богача не украли безлимитную карту, он может окунуться в самый глубокий дубайский рекорд. Мой друг и коллега Уилл Смит посоветовал мне одно потрясающее место – Deep Dive Dubai. Это самый глубокий бассейн в мире. При желании в нем можно утопить Боинг и подавить. Еспер тренировал Уилла Смита, а теперь меня – за 500 долларов. Ну что, погнали. Офигеть, Дубай утопил в бассейне целый город. Чтобы показать нам, как бы выглядели наши города, если бы они ушли под воду. Здесь можно заплыть в гараж с мерседесом. Потом заплыть в гости в чью-то квартиру. Под водой можно поиграть в игровые автоматы и даже в бильярд. А после посетить ванную комнату. Мне дайвинг в бассейне понравился больше, чем в океане. А я продолжаю кидать вам лайфхаки, как со ста долларами выжать максимум из Дубая. В Дубае уйма рукотворных чудес посреди пустыни. Тут можно покататься на лыжах по-настоящему снегу. Тут есть цветочная клумба, естественно, самая большая в мире. И тут даже создали свои джунгли. Джунгли зовут. Зовут, но только держатели банковских карт. В кассах билет стоит 120 дирхам, онлайн – 110, ну а если погуглить – 75 дирхам. Билет за 20,5 долларов можно отхватить на местном сайте с акциями и скидками. Но нужна банковская карта. Горос, could you please help me? We have… here are… tickets are cheaper, but you need the card. I have no card, but I have cash. Can I give you the cash just to buy a ticket, if you agree for it? It's okay. It's okay? So 75? Can I give you 75? How much is the fish? И я сразу после подводного мира оказался в мире птиц. И тут ара, туканы, какие-то разноцветные птицы, в общем, яркое пятое общество. Дубайцы планомерно повышают планку чудес. В отдельно стоящем здании создали целый мир. Тут тебе и джунгли, и гигантское дерево, и водопад. Все и вся. Дубай не может похвастаться своим животным миром. Поэтому в свой рукотворный тропический лес свез зверей и птиц со всей планеты. Чтобы удивлять туристов. Вот смешнючий бентуронг из Таиланда. Да ладно, братан лемур! Этот лемур допрыгал в Дубай прямо с острова Мадагаскар. Смотри, этот попугай похож то ли на какого-то дракона, то ли на девушку вышедшего из салона красоты спустя пару-трое часов. Мадагаскарский таракан! Какой он противный, даже когда его лапки касаются твоей кожи! А этот темный тигровый петон приполз из Непала. Класс! Обалдеть! А я с твоей подругой в передаче снимаюсь. Пожалуйста, оставьте нас одни. Это семейная. В Дубае есть отели на любой вкус и цвет, даже семизвездочные. Но я выбрала один исключительный, который открылся вот-вот и это двери в мир роскоши, золота и люкса. Вау, какая роскошь! У Дубая есть свой Версальский дворец и величают его Raffles the Palm Dubai. Боже, эта роскошь меня буквально размазала. Дворцовая роскошь в отеле – это беспроигрышный вариант. В таком убранстве богачи чувствуют себя не просто миллионерами, а императорами и императрицами. Хорошо. Но мне пора в мои личные бодуары. Это один из самых дорогих отелей в Дубае. А номер у меня самый-самый-самый-самый люкс. Двери в богатую жизнь. Мама дорогая, это что за дворец? Вы только посмотрите на это пространство, это сколько квадратов, это же… это типа гостиная, да? Пожить одни сутки в этом номере простой киевлянин сможет только если будет откладывать свою зарплату целый год. Это минимум. Боже, и везде золото. Золото, золото, золото. Боже, как красиво и роскошно. В номере за 12 тысяч долларов мебель не в золотой краске, а декорирована сусальным золотом высшей пробы. В этом отеле, кстати, есть личный, эксклюзивный, персональный мастер, который следит за этим сусальным золотом и, если вдруг что, совершенствует. Подкрашивает. Или какая там техника. Ну, в общем. Люстры не из пластика, а из хрусталя. И шторы только с вышивкой ручной работы. Шторы этого же производителя изготавливаются для Версальского дворца. Ну, на минуточку, да? А спальня ничем не хуже спальни королевы Марии Антуанетты. Дубай! Зрение вас не подводит. Я со своими 70-ю долларами захожу в Хилтон, где самый дешевый номер стоит 250 долларов. Да я гоню. Тут бесплатная смотровая. А вы думали, я вам расскажу лайфхак, как 70-ю долларами поселиться в номере за 250? Не, мам, в Дубае такое не прокатит. В отеле Хилтон Дубай Дэ Волк есть ресторан, куда бюджетный турист может прийти и увидеть с высоты сразу два рукотворных чудо Дубая. Глядя на это все, понимаешь, что для них, наверное, вообще нет ничего невозможного. Свершилось! Теперь не нужно ехать на окраину Дубая, чтобы найти дешевое жилье. Турист-нищеброд может пожить в элитном районе возле Пальмы Джумейра. Записывайте адрес. Улица Аль-Марса, небоскреб Дрим Тауэр 1, 19 этаж, хостел Марина Дрим. Я плохого не посоветую. Дверь вам откроет. Милейшая дубайская леди. По-домашнему. За 27 долларов ты получаешь очень скромное жилье. Но когда понимаешь, что живешь по соседству с шейхами, скромное превращается в супер-люкс. Есть удобная чистая кровать с чистыми полотенцами. На секундочку, все виды розеток и юсби, чтобы можно было зарядить и телефон, и планшет, и компьютер, и кардиостимулятор, и еще осталось. У меня свой личный сейф. А еще в моем хостеле есть бассейн, которым могут пользоваться все жильцы небоскреба. Я снял здесь койку, соответственно, я являюсь жильцом небоскреба, а значит, могу пользоваться бассейном. Я приехала в один из самых эксклюзивных и дорогих ресторанов Дубая. Открылся он буквально на днях, поэтому я буду первой жрецей здесь. В самбо-суши не готовят традиционные дубайские блюда, потому что их просто не существует. Дубай – это мультинациональный эмират. 90% жителей – иностранцы, индусы, пакистанцы, пангладешцы. Приезжают в Дубай на работу и вместо обеда в судочке привозят с собой свою национальную кухню. Этот ресторан замиксовал что-то дикое интересное. Япония, Бразилия и Перу. Уже не терпится попробовать. Пожалуйста, плато Самбо-севиче. Если бы перуанцы увидели, как дубайцы готовят их традиционное блюдо севиче, они бы ахнули. В Дубае севиче делают из ассорти морских деликатесов. Например, это атлантический морской лещ с васаби. Ммм, очень вкусно и очень остро. Крутим дальше барабан. Лобстер. Ммм, мой фаворит найден. Это такос по-бразильски с желтохвостом. Дубай взял лучшие блюда разных кухонь мира и сделал свои улучшенные версии. Бразильцы бы никогда в жизни не додумались начинять свои такос японским желтохвостом по 900 гривен за килограмм. Это очень вкусно. Это рыба, смешанная с муссом авокадо. Она такая плотная, насыщенная, а сверху вот эта вот сладковатая подливка, соус. В общем, я не знаю, что они там сделали, но это какой-то вкусовой взрыв. И даже в японские суши дубайцы вставили свои 5 копеек. Это наши фирменные роллы самбо Дубай. В традиционные сушимаки мы добавили лобстер, манго, авокадо и медовый трюфель. Друзья, это разрыв аорты. Это какое-то гастрономическое безумие. Это очень вкусно. Дубай, я люблю тебя. Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть. Спасибо большое. Когда жаркое солнце Дубая заходит за горизонт, его понты начинают светиться. Субтитры подогнал «Симон» Ну, у меня вполне логичные выводы. Во-первых, ого. А во-вторых, вот этот фонтан полностью отражает Дубай. Ярко, громко, масштабно. Бьет в небо так, чтобы видели во всем мире. Очень дорого. И бьет все рекорды. Здесь есть все. Но я думаю, что я справлюсь. Я поела. Раз в пять лет в мире происходит грандиозное событие. Всемирная выставка Экспо. И прямо сейчас Экспо 2020 проходит в Дубае. Экспо – это шоу самых удивительных архитектурных и технологических достижений мира. Именно на Экспо мир увидел первый прообраз компьютера и первый телефон. Главным входом на Экспо 2020 стала гигантская металлическая рамка. А в далеком 1889-м воротами на Экспо в Париже была Эйфелева башня. Кто знает, может я сейчас прохожу возле будущего чуда света, о котором Орел и Решка через пару лет снимет выпуск. Экспо – это туристический аттракцион планетарного масштаба. Под выставку Дубай построил новый район за 7 миллиардов долларов. Экспо 2020 должен увидеть каждый путешественник. Билет на один день – 95 дирхам, билет на неделю – 195 дирхам. Для особо основательных билет на 6 месяцев – 495 дирхам. Я, естественно, взял самый дешевый, потому что у меня в запасе один день и после покупки ноль денег. Экспо 2020 – это путешествие в наше с вами ближайшее будущее. Через 10 лет мы будем жить не в небоскребах, а в плоских домах, похожих на летающие тарелки. Гулять будем в парках не на земле, а в небе. А нашими лучшими друзьями станут роботы. Это терминус. Он запоминает лица всех, кто был на экспо, измеряет температуру и напоминает придерживаться социальной дистанции. А это малыш – Опти. Его мама и папа живут в Пекине. Опти – самый дружелюбный и общительный робот в мире. Как ты считаешь, микролигирование карбида образующих элементов влияет на образование карбидов сложного состава? Правда, вот пока все, что он может – разговаривать и фоткаться. Блин, так это же как и я – разговаривать и фоткаться. Мать моя на нефти страну построила. Это просто гигантский центральный купол. Ну и судя по масштабу этого купола, понимаешь, какая большая выставка экспо. На экспо-2020 свои достижения привезли 192 страны. Посмотреть все павильоны за один день нереально. Так что покажу вам самые интересные. Если ходить по этой огромной гигантской территории пешком по жаре, то можно или сточиться об асфальт, или просто усохнуть. Поэтому тут курсируют вот такие баги. Если повезет, и они будут пустые, можно поймать и доехать до любого павильона. До Японии, пожалуйста. Про выставку Экспо вам все расскажет Антон, а я продолжаю швырять деньгами и развлекаться в Дубае. Богач может погонять по Персидскому заливу на очередном дубайском рекорде. На самой маневренной трех с половиной метровой яхте в мире. Это очень круто! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока вы смотрели сюжет с Анфисой, я успел приехать в Японию. Японцы сделали свой павильон в форме оригами и посвятили его искусственному интеллекту. В павильоне Японии вообще отказались от гидов и вместо них тут смартфоны с наушниками. Внутри павильона ты ныряешь в интерактивный океан, который выглядит как настоящий. Холодненькая. Тут появляются двери в каждой из сезонов и нужно выбрать в какой из сезонов ты пойдешь. Я в осень пойду, это типичное дело. Из осени попадаешь в музей дивных экспонатов. С ума сойти, Игореха, они из багетов сделали горы. Пока ты ходишь и пытаешься понять, что хотели сказать японцы атомной станцией из туалетной бумаги, космосом из шариков мороженого и городом из клавиатуры калькуляторов, смартфон анализирует твои мысли. Вот, оказывается, смартфон следил за мной на протяжении всего пути, на что я больше всего обращал внимание, на что меньше, и теперь создает мой визуальный аватар. Я наверняка талантливый. Я не ботан, я Шукаида. Я большая зеленая сопля. После Японии пройдитесь в Нидерланды. Голландцы сделали свой павильон в форме гигантского живого конуса. Ого, заходишь внутрь павильона и тебе в нос сразу ударяет запах. А, так это грибы. Это грибы, растущие прямо на стенах тут. О-оу, кажется, дело худо. Игорюха, обрати внимание, проекция прямо у меня на зонтике. Как это красиво! Может показаться, что голландцы больше всего гордятся грибами и дождем. Но, копаем глубже, этот павильон – независимая экосистема. Растения на стенах создают повышенную влажность. Благодаря специальной технологии из влажного воздуха внутри конуса достают воду и она падает каплями дождя. А затем испаряется. Если весь мир будет использовать такие экосистемы, мы сможем сэкономить миллиарды литров пресной воды. Дальше пройдитесь в Соединенные Штаты Америки. Чтобы понять, чем гордятся американцы, в их павильон можно даже не заходить. США решили особо не выпендриваться и просто привезли первую ступень ракеты Falcon 9. Как себе такое Илон Маск? Хейтеры, рано вы открыли шампанское. Я не утонула. Я отмила себе руки жестко. Ну потому что не надо было втапливать за яхтой. Сколько там у меня был ротбок? Очень сильно. Что было, снимаешь? Что было? Я разогналась до невероятной скорости. Ну 200, мне кажется. Ну короче, я не смотрела на спидометр, но это было очень быстро. Ну это очень круто. Я еще хочу, честно говоря. Дорого-богато – это про Дубай. Тут не мелочатся, а шикуют и получают от жизни все. Я рада, что именно здесь мне досталась премиальная карта Мастеркард. Как видите, получат от жизни все, я уже начала и арендовала себе крутейшую малышку на особых условиях. Не пройдите мимо павильона Великобритании. Внутри есть на что посмотреть. О май гад! Мне тут просто объяснили на входе, что павильон на первый взгляд простой, но очень концептуальный. Представьте, что вы встретились с инопланетянами, и есть всего одно слово, которое расскажет о вас, о вашем мире и мироустройстве все. Что это будет за слово? Эти слова проявляются прямо на стенах павильона. Спорим, не найдете мое. На выходе из павильона чудеса не заканчиваются. Вот это слово, которое я написал, искусственный интеллект, трансформирует в две строчки поэмы, которые появляются вот тут. Мало того, эти строчки никогда не повторяются, они абсолютно уникальны. Ну и конечно, не поленитесь заглянуть домой. Люби друзи, во святая Ридна Нэнька. Кстати, о вышиванке. Украинский павильон посвящен внедрению умных технологий в нашу повседневную жизнь. Тут можно пожелать удачи роботу, который скоро улетит на Луну. Вот эти пауки-луноходы будут курсировать и искать лавовые пещеры уже в 2022 году. Так что встретимся, Орел и Решка, чудеса света, Луна. Тут есть многофункциональный робот. Он или рисует картины, или наливает. Мы посовещались и я принял решение. Кажется, я впервые в жизни осознал настоящую силу технологий. Ну какое место объективно будет самым популярным на экспо в пустыне в плюс 33? Конечно, водопад! Все воды за счет сейхов! Все-таки главные чудеса экспо-2020 – это чудеса архитектуры. Возможно, именно этот рукотворный водопад станет новым символом любви. Новой, самой фотографируемой достопримечательностью. Или даже новым чудом света. Любоваться которым будут приезжать наши дети и внуки. Бусинки. Прячу для вас бутылку в заключительный раз в этом сезоне. Не знаю, конечно, что вы здесь себе сможете позволить на эти деньги, спросите у Антона. Но лишним точно не будет. Клад в Дубае будет ждать вас на острове Палм Джумейра на улице Крестсенд. От знака ограничения скорости отсчитайте третий столб, под ним в камнях и спрятаны 100 долларов. Обнимаю. Каждому искателю чудес обязательно стоит приехать в Дубай, чтобы увидеть город, где невозможное. Возможно. Водопады в пустыне. Джунгли в Кубе. Дома под водой. Остановитесь. Что дальше, ребята? Главное чудо Дубая в том, что у этого города нет никаких ограничений. Ни в высоте. Ни в скорости. Ни в мечтах. Именно поэтому каждый раз сюда приезжаешь, как в первый раз. Дубай. И знаете, каким бы Дубай не казался недостижимым, турист со 100 долларами может дотянуться до его небес. Да ладно. Это очень вкусно. Я плохого не посоветую. Мама дорогая. Опа. Круто. Ого. Ну Дубай, ну Дубай, ребята, ну вы даете. Глядя на это все, понимаешь, что для них, наверное, вообще нет ничего невозможного. О, идет, идет, бежит, даже бежит. Это сделал конец сезона пятерочка. Мимо. До встречи на следующем чуде света, ребята. Отличный был сезон, пока. Да. Хотя стоп. Стоп. Давай договоримся. Погоди. Ты сказала стоп. Это все-таки конец сезона, время подводить итоги. Лично для меня это три года жизни. Я как будто бы отслужил в морском флоте. И люди по ту и по эту сторону камеры не были дома очень долго. Их родные не видят месяцами и наверное забыли их имена и лица. Но они делают это сознательно для того, чтобы вы, если вдруг вы отчаялись, остановились, перестали смотреть в небо, глядеть на звезды, вдруг поняли, что вокруг полно удивительных людей и невероятной красоты мест. Выдохнули, подняли голову и начали двигаться дальше. Потому что если мы вооружимся красотой, вдохновением, юмором и любовью, то мы будем непобедимы перед лицом расприи, разобщенности и любых пандемий. Так что надеюсь за эти три года я вам это немножко доказал. Он все сказал, а я просто добавлю. Ребята, путешествуйте, потому что ваша жизнь не будет прежней никогда. Я вас всех люблю, всем спасибо, у меня было. А мы помчали находить прекрасное в простом. Все, можете писать, верните Зайцева. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok